сколько всего нанесла до красоты такой молодец правильно умничка давай это мой хардангер у меня такая я когда первый раз услышала это слово хардангер я думала что это какая-то физкультура вот расскажи пожалуйста про это мне очень интересно было ты мне рассказала вкратце расскажи для всех это раритетная да это раритетный набор американец и последние до этого я слушаю разворачиваем разворачиваем я не знаю метр на полтора я люблю вот эти миниатюрки такие очаровательные и я думаю его вот так вот оформить вертикальную панельку да да вот такая очаровательная игольница это просто необыкновенно какая хорошенькая а она еще и с петелькой чтобы ее можно повесить ухты молодец какая девчонки берите на вооружение смотрите как здорово получается здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас встреча вышивайщиц на гончарной улице 3 это самый центр петербурга и здесь два метро площадь восстания московский вокзал так что если вы надумаете прийти в эту багетную мастерскую вы можете приехать вот метро московский вокзал ближе и вот сейчас у нас первая наша гостья первая наша рукодельница вышивальница она сейчас сама скажет кто она кем работает или работала и покажет свои замечательные работы меня за сутки вина но я уже сейчас на заслуженном отдыхе давно ну ладно давно недавно но последнее место работы вообще-то всю жизнь проработала в проектном институте нефти и газа а последнее место работы наш знаменитый с apple city вот уже выйдя на пенсию я там проработала пять лет его двадцать втором году уже полностью ушла на пенсию здорово интересная работа была на очень интересная работа и ребята я вообще любила работать с ребятами с мальчиками они такие все хорошие их так всех люблю и с ними очень хорошо работать было со всеми и до сих пор мы со всеми общаемся и как начали вышивать мы вышивать подвигла вышивать начала очень давно сподвигла моя двоюродная сестра которая младше меня лет на 15 я просто приехала увидела что она сидит вышивает мадонну с ребенка и вот я загорелась и говорю настя хочу отдай я буду вышивать она ведь вы шью подарю игры я хочу сама она мне купила первая моя вышивка была мокрый купидон по картине ангел того с крыльями ну и потом понесло 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 стала вышивать крестиком вот ну у меня и дочь вышивает и муж очень жаркий день 29 градусов солнце жарит печет все вот наш дворик весь просто утопает лучах солнца ничего не видно поэтому мы под шатром сидим для того чтобы хотя бы можно было немножко показать вам работы ирочка а это ведь хардангер а это хардангер эту технику я освоила только в этом году это моя ученическая вот это была первая работа подождите давайте его так отдельно и и давайте покажем вот так это мой хардангер у меня такая я когда первый раз услышала это слово хардангер я думала что это какая-то физкультура надо смеялись очень красиво я вот моя это все вручную это все вручную все моя очень учитель мой преподаватель светлана андреевна я к ней на дом езжу на не выезжает она в кировске живет к ней уже больше года езжу познакомилась с ней у нас есть такой фонд возрождения санкт-петербурга так у нее там очень много вышитых работ она давно вышивает она любыми а как вы через интернет нашли нет она приходила фонд когда мы вышивали карту санкт-петербурга вы наверное да да конечно да вот она приходила и я сказала я очень хочу не познакомиться и когда она приехала фонд мне девочки написали она приедет а как вы стали участником вот этого вышивки санкт-петербурга как я снова участником да ну просто приходила фонд и когда еще только проект был фонд какой фонд возрождение санкт-петербурга на лиговском 65 на поле там собираются тоже рукодельницы раз в месяц там не только вышивальщицы там все рукодельницы собираются и вот я туда пришла и мне предложили а хоть хотите поучаствовать я сказала да и вот с этой картой мы ездили на фестиваль вышитая россия в чебоксары ух ты представляли питер наш здорово молодцы а сейчас проходит выставка в библиотеке пушкина и наша карта висит там а это питерский ангел до питерс наш любимый любимый я постоянно к нему хожу в измайловске он прелестный вообще все девчонки вышивают с такой любовью с трепетом с таким все вышивали даже девочки приезжие кто из других городов даже вышивают его очень любят и потом когда приезжают сюда обязательно к нему ходят это ясно это пасхальный рушник вот какой хорошенький давай покажем ну что я вот здесь разная ткань это как это просто знаете готовый рушник а вот канва вставлена и прилагалась схема вот я и смотрю что здесь плотненько здесь в дырочку это такой наборчик но нитки я подбирала сама схема была приложена конвект это и здорово очень красиво давно давно еще до войны в донбассе и поехала туда и когда увидела я загорелась мне надо было тому там это украина на ради выпускает до того стала украина это набор черевна медь называлась всего спасибо большое дорогие друзья у меня отличная новость 27 сентября состоится встреча в москве приходите приносите свои вышивки подделки кукол все что вы хотите показать чем хотите похвастаться приносите свои работы на оформление и что-нибудь вкусненькое к чаю посидим попьем чайку пообщаемся пообнимаемся по фотографируемся встреча будет проходить по адресу метро беговая бизнес-центр солид хорошовское шоссе 32 а подъезд 11 я буду ждать вас 17 часов можно прийти в 18 и в 19 мы будем там до позднего вечера очень важно возьмите с собой документы потому что там работает охрана я буду вас очень-очень ждать а если все-таки вы не успеете прийти приходите на формулу рукоделия 28 числа увидимся там а если у вас вдруг остались вопросы позвоните в лен багет на наш дежурный номер плюс 7 девятьсот двадцать один пятьсот восемь шесть двадцать семь двадцать четыре и мы вам с радостью поможем если вы придете ставьте плюсик в комментариях чтобы я примерно знала сколько придет человек до встречи жду вас в москве иди садись здравствуйте как вас зовут здравствуйте меня зовут виктория виктория кем работаете или учитесь я риэлтор санкт-петербурга у кого хороший дом на специалист нужный главное давно вышиваете уже лет 20 вышивая такая молоденькая это что с пяти лет я вышла из 12 лет поэтому у меня работ много сегодня привезла что у меня не оформлено осталось еще петербург я приехал несколько лет назад откуда из уфы у меня свой рукодельный канал я вас 9 лет лет это снимала уже пока у меня такой небольшой прерывчик из-за работы но сейчас вот хочу снова влиться в рукодельной жизни началась ваша встреча молодец умничка правильно сделала а где в питере живешь на ладошкой ясно хорошо недалеко от меня значит ну давай раз расскажи пожалуйста вот что вот это у тебя за изделие что за вышивка это кто автор схемы я так поняла у тебя в основном авторские авторские работы на данный момент до который я принесла много авторских это две схемы от соды я их просто соединила вместе называется форитейл номер один номер два сделала в такое вертикальное панно и основу я делаю на заказ мне красили до цвет сюжета да ух ты а кто тебе красил если я заказывала в другой стране мне девочка красил привозил даже в другой стране вот чтобы так покрасить надо отправлять за границу но я сама боюсь просто этим заниматься бы испортить ткань не легче чтобы мне просто покрасить так а что это какая-то дефицитная ткань какая-то исключительно у нас здесь не купить ее разы ткань саму купить а вот именно покрасить на тот момент не было удобно и просто а что у нас девчонок столько талантливы нас красят я знаю что у нас наша девочка была у нас питере девочки красят так вот это я тебе ставлю на вид что это такое куда-то за границу отправляешь наши девочки наши девочки были так а вот это за расскажи пожалуйста это фандомный ходячий замок от надежды григорьева схема вот одна из первых я ее вышила на светлой как раз основе долго вышивала сколько по времени сейчас сложно сказать наверное где-то около года потому что я по одной работе обычно не вышиваю несколько работ у меня а ты сразу несколько продавая чтобы не скучать заднюю как интересно так это тоже автор сна здесь тоже авторская схема но здесь я как раз решила попробовать из того что это backstitch в основном используется домик хоббита люблю всякие сказки это очень нравится все у тебя нацелена на детскую комнату основная я так понимаю все что осталось не оформлено надо надо тебе подсветиться здесь тоже авторская схема также от надежды григорьева это я шкатулку шкатулку хочу оформить либо в подушку что что будет так ой вот эта прелесть да еще одна авторская схема также надежда григорьева это чеширский код что чеширский код моя любимая тематика лиза стране чудес я все любят алиса так вот расскажи пожалуйста про эту мне очень интересно было ты мне рассказала вкратце расскажи для всех это это раритетная да это раритетный набор американец сейчас не вспомню какая фирма но он мой на год к 90-го года здесь оригинальная канва использована основа очень такой ли он до натуральный до прозрачный и такую как здесь вышивать я не знаю как ты вышивала это все и через одну ниточку вышивала но кожу дали титом вышивала с ума сойти слушай это очень-очень серьезно он мой любимый савиный лес это я узнаю девчонки спасибо вам савиный лес за вашу такую красоту вы молодцы вы такие молодцы прямо я не знаю люблю савиный лес обожаю они они очень талантливые девочки на и какие ниточки у них приятные да и ниточки такие не не яркие вот именно такие какие-то пастельные тона такие нет ни яркие кислотные а вот такие какие-то очень нежные да это авторская что же это авторская чья она сейчас уже не вспомнил к сожалению давно вышивала да на очень оригинальная вот мужчине в подарок вот такой панут было бы шикарно правда моряку ой ну вот этот гувернер это великолепное произведение я считаю что это вот одна из лучших их разработок вот богоматерь и плюс еще вот у них спаситель великолепный такой же фреска так это тоже так понимаю авторская схема чья она не помнишь помнишь что вместе с корабликом понятно хогвартсбанки потом по ней я знаю начали делать наборы уже уже сейчас да я видела в разных фирмах у меня такая я купила китайскую я вышила моя ошибка была я вышивала крестом небо и воду а надо все-таки полукрестом она ваш духе другой получается до воздушней получается тогда ну если не знаете какой оригинал но тогда она неплохо смотрится но все равно тяжеловато вышло вот это моя ошибка была такая вот устал нашлись всех всеобщий любимец от дименшин скотт устал я с него начинала нет и практически мне тоже на одна из первых я ее обожаю у меня был период жизни когда я себя так ощущала и когда ее увидел думаю это же я сейчас что-то что-то Продолжение следует... 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 и машинная вышивка не так как бы имеет не такое большое количество сообществ то есть девочки считают что они не совсем рукоделие какая-то механизированная история я считаю что нужно популяризировать если у нас век компьютерных технологий нужно это все дело использовать нужно нужно покажется сумка потрясающая сумка потрясающая просто необыкновенно красивая и ткань такая где-то такой корсетный регелин то есть для корсетов прозрачных ткань вот на ней а ты на беечку до пришиваешь ну чтобы закрыть все красивые вот эти как тут это вот все про я не понимаю как это можно вот аккуратненько подлезать сумка вообще обалденно красивая очень для лета и шикарно да вот очень хотела давно мечтала девочки шейте сумки смотрите как получается круто и вот это на машине ты целую же а ничего что такая ткань плотная машинка берет у тебя верю я муж да у меня про мышь уже перешла на промышленное оборудование конечно поле вышивки побольше и бытовые машины конечно не справляется с большим объемом а что случается ломаются нет они не ломаются но у них есть конечно ресурс у них пластиковые детали и они рассчитаны на вышивку там не более четырех часов в день вот эту сумку я непрерывно двое суток вышивала то есть очень красиво до быстрее чем в ручками машинная вышивка позволяет тем кому хочется красиво получить это чуть-чуть дешевле и быстрее да все таки это очень красиво осваивайте срочное включение у нас никак не было времени разыграть ниточки от пмк кирова и сейчас мы решили быстренько все это сделать наконец-то чтобы наши вышивальщицы получили эти замечательные ниточки попробовали ими вышивать поэтому начнем и так первый нажимаем номер 9 сейчас смотрим номер 9 так маша старкова так сейчас откроем ее посмотрим откуда у нас маша старкова из какого города так приозерск следующую и поехали номер 7 так номер 7 номер 7 анна романова открываем сейчас посмотрим откуда у нас анна романова из какого города грузится долго читать на компьютер так подробнее почему-то не написано как куда на день рождения есть все есть а куда из какого города анна романова запишу тогда третий участник номер восемь номер восемь как-то прямо рядом так идет номер восемь алена пятышева если я правильно ударение делаю алена пятышева так алена вконтакте так сейчас посмотрим алена пятышева из енисейская алена пятышева из енисейская так алена ждите ниточки так дальше поехали номер один номер один инесса леонова инесса леонова из москвы так инесса раз два три четыре а где пятая у меня инесса алена инесса аль ой нет 4 пардон партон не 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 обманывай еще один хотела обманить номер тринадцать вот тебе говорят несчастливый несчастливый какой несчастливый вот счастливый тринадцатый номер алла алла не могу прочитать по-английски сейчас откроем аллом посмотрим откуда она может быть там у нее по-русски написано но вряд ли алла номер тринадцать сейчас посмотрите так так открывайся 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 москва алла z r и vk бэк так что все все наборчики мы разыграли у нас есть еще возможность разыграть набор для вышивания давай сейчас я посмотрю наборчик какой-нибудь красивый такой новенький красивый наборчик чудесная игла вот этот набор к нам прислали наши вышивальщицы чтобы мы кому-нибудь его подарили но давайте мы его разыграем но чтобы уже было интересней и сейчас посмотрим кому достанется этот наборчик так номер два номер два смотрим кто у нас номер два так что мне тут номер 2 а вот ольга кольцова открываем посмотрим откуда улья у нас открывайся скорее так и был грузит город орел друзья мои я всех поздравляю с выигрышем всех кто выиграл ниточки от пмк кирова а еще дополнительно улья которая выиграла вот этот замечательный набор посмотрите какой симпатичный мне он очень нравится такой натюрморт с тыквами для кухоньки можно хорошо будет девчонки те кто выиграли пишите адреса отправим вам посылочки бандерольки все розыгрыш провели провели а теперь никуда не переключайтесь смотрим дальше ролик здравствуйте как вас зовут мария зовут мария вы первый раз нам пришли на встречу да мы еще будем проводить приходите обязательно в будущем расскажите что вы вот я смотрю такая очаровательная игольница это просто не необыкновенно какая хорошенькая а она еще и с петелькой чтобы ее можно повесить она и с этой стороны это что вот я понимаю что вот это вязаная это до речку нет иголкой иголкой это иголка крепится краю а потом завязываются узелок и дальше крепится это надо видеть это так просто нишки до английской там была какая-то английская вышивка вот я оттуда подгляделась как красиво здорово замечательно лака это это я принесла показать эксплуатации в районе 15 лет где-то я посчитал как 10 или 15 и что это было в пятом классе я вышла подушечку а срисовала девочку с книжки вышла подружек он здорово 15 лет тебе было ну да где-то так нет может даже моложе я уж не помню в общем активная эксплуатация подушка была везде сначала конечно под головой потом уже и под копой под кошкой а вот и значит хотела показать чтобы не боялись оформлять крестики вот здесь даже была гладь и гладь конечно немножко пострадала но крестики остались в порядке да хотя это это косичка как ты делал я не помню тамбурный шов или как он называется как интересно слушай прямо плите или стебельчатый или тамбурный как-то называют в общем не бойтесь оформлять подушки вышитые крестиком этого это не это вот под нее надо будет потом как-то привести божеский ветер да и оформить обязательно знаешь как делают мы делали уже подсказали вниз можно подвернуть не надо нет скорее всего у нас во дворе отелье и в нем женщина которая нам прислали chicago вышивку она вся такая была ветхая но так хотелось ее сохранить потому что это раритет для этой семьи и дорогая вещь для этой семьи и мы отдали в отелье очень долго искали человека который это это возьмется очень сложно было и все-таки мы нашли такую умели заказа у нас прямо во дворе в нашем и по всему питеру искали оказался что рядом и она так аккуратно все вот так вот пришила на белую вот такую ткань она аккуратно так пришила все что даже но не видно было что это вот решита так что если вот что обращайся ребят идем в эту мастерскую покажем эту даму а это я так поняла ты вышивала это панна это панна до набор на мосту александр третьего это панна вот такой шоппер получился шокарный шоппер покупной а вот просто я по цвету подбирала чтобы чтобы подошел к вышивке хорошо тональности вот да и ну купила вот просто в магазине ленточку пришила с той стороны потом обернула пришивала вручную то что машинки мне до монету немножко она конечно так пухленькая но я думаю для сумки не отлично шикарно случилось уже хороший шоппер получился девчонки смотрите как можно применить такую замечательную вышивку но вот бэкстич я прям в каждую в каждый крестик делала чтобы он не отлетел здорово хорошо аккуратненько у меня есть такой набор а это я вышивала на фетре и на флисе уж не помню рамочка какая и поэтому да и хотела в общем начала там тоже вышивка такого размера примерно была начала на руках начала с угла думаю ну я тут на руках вышью потом поняла что не получится потому что мнется гнется нужно в натяг в общем решила собралась уже в магазин думаю пойду куплю себе маленькие то что у меня опять все такие большие думаю маленькие куплю пяльцы дошла до порога запнулась об коробку и решил что у меня будут такие пяльцы же отлично вот это пяльцы у тебя это у меня пяльцы да вот так затягиваешь за ткань цепляешь потом за нитку за ткань за нитку и получается я думаю это рамочка у тебя нет это потом вот так вот кладешь вот так а стол вот сюда книжку тяжелую получаю такой вышивальный станочек ухты молодец какая девчонки берите на вооружение смотрите как здорово получается чтобы не вышивала мне всегда просят все горит нравится но игольница ваша нравится больше всего я ее и принесла молодец а возиться шикарные вышивки я всегда отдаю там вот у меня это подружки я даришь все раздариваешь короче а у меня получается то это сестра отдаст какой-то набор она начнет и и говорит все уже отлегло я до вышиваю или горела до или кому-нибудь в подарок чего-нибудь вот поэтому поэтому у меня так мало домой я вышивала подушки а муж не дал мне их подушки сделать опормил под стекло сколько же тебе лет ты уже замужем сколько лет ты такая маленькая такая молоденькая 90-го года спасибо большое вам спасибо здравствуйте как раз у меня татьяна ну вы уже у нас постоянно я была да уже я хочу сказать что но вы вышиваете и бисером и крестом все любите гладью не шьете гладью нет вот вся в меня гладью не могу я тоже ну не знаю но мне нравится больше крестом я тоже либо хотя и бисером тоже вышивала ну вот это вот принесла вроде она такая веселенькая очаровательная совершенно порадовать глаз вот это очень хорошенькая лягушонка это украина давно уже было куплено новослобода новослобода у них такие веселые ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другая stehe Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другая? Другая стыкла Другая стыкла гороскопу лев так все стараются я это я знаете я бы гороскопу не лев на у меня ясно как здорово тогда я хочу сдать вам их отдать вот эти все да да хорошо друзья мои нас сегодня в гостях где она она уже не первый раз но мы сокращенно хотели диночка показывает чем-то приносила сама часа бисер покажу а потом уже давай а потом уже вышивку это но слушай ну вот красота но красота какая нежненькая и очень красиво и такой же только в других оттенках и так по-разному они смотрят воротничок это такое очень красиво шикарно великолепно просто какая красота теперь более блестящих ты это по какой большой вот так или вот как вот так вот одевается да да вот как бы вот сюда а вот застежечка все получается бусины здесь бабочка такая да да но очень красивый это бисер керамика мне она очень нравится потому что она не выгорает то есть она такая вот яркая и остается да ты что это керамический бисер вот называется то есть у них есть глянцевые есть всякие перламутровые чешские чешские а вот это все чехи молодцы чехи красоту такую присылают на темном фоне особенно красиво смотрится смотрите вот такой вот это тоже самое тоже этот да слушай где ты берешь сюжеты вот таких а вот эти схемы были у меня книжка я покупала надо да и там схема то есть подробно очень красиво и даже написано номера бисера какие должны быть то есть я вот их именно брала так это вот цветочек здесь бисер немножко другой даже видно и он такой вот матовый не блестящий так тоже как керамический только до другого к это более простое но здесь мне очень нравится то что я сама делать эти вот бусин очень красиво простое это на твой взгляд простое посложнее но мне здесь нравится бусиной вот из фимопластики когда дело а это вот еще один да еще все блестело обалдеть как красиво очень красиво здесь как раз прозрачную же бисер и последнее давайте буду сейчас я их класть потому что у меня это гарнитур будем по очереди составать это кулон колье сюда давай сюда положить на чтобы я была так здесь два девочери уже посмотрели твою красоту да есть два вида сережек есть вот такие вот длинные но они очень тяжелые для меня были поэтому я решила сделать вот такие вот гвоздики ух ты они более меня тюрьмы тебя раз два вида на разные наряды да и браз и браслет такая вот красота ну ты молодец какая вот это за сколько вот и такое делаешь сколько времени у тебя уходит на воротник уходит достаточно много времени просто дело в том что конкретно вот этот воротник например делался в три подхода сначала верхняя потом центральная часть и потом нижняя а у этого воротника насколько я помню делалось то то же самое по отдельности поэтому по сначала он соединяешь что лесна подплетаешь уже когда готовым предыдущему ряду а потом расшивание бусинами а это еще пришиты бусин да ухты несколько заходов сложный процесс но зато очень интересно особенно когда подбираешь материалы улетает для того чтобы получился такая вот красота очень красиво очень необыкновенно да Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok гвоздика дельфиниум изначально по схеме он был фиолетовый но я решила что у меня несколько фиолетовых цветочков нет ни одного синенького вот пусть будет да поменяла цвета это ромашки это понятно самая кстати большая по количеству крестиков 4 700 остальные где-то от четырех до четырех с половиной до крестиков да вот здесь вот 4 700 а так средний это 4 300 4 400 хотя всего в них где-то 56 тысяч по моему на 12 нарциссы но вышивается очень легко то есть здесь нет ни блендов бэквит счетной сессы и таландаши да глава светлого мая привет все цветы узнаваемые это астра стра ирицы как раз у меня было три фиолетов цветочка ни одного синего поэтому я один перекрасила молодец ну вот это у нас новая слабо да да первый раз и очень любишь вышивать бабочек и цветы до показывает даже а вот как раз и он и да это лукасуши ты менялась канву или такая это в наборе гобелена сетка 25 каунда это именно первая работа после которой я полюбила гобелена вы сетку вот оно что я так влюбилась на в набор что вышивала буквально три месяца я и вышла быстро я только его и вышивала целый целыми днями и поэтому поняла что все если будут делать многоцветки только исключительно вот на гобелине во первых протяжек будет меньше они будут короче но здесь единочек как раз не было но это вот это чудесно да это чудесно игла к котики котики обормотики хорошенькие такие замечательные ухты это что такое красиво дверь тормашками смотрите а и даже вас савиный лес нет это просто сама но не савиный лес это тоже корейская фирма сода а в центре написано фортун то есть удача ухты я прямо думала это девчонки наши сделали всего четыре оттенка они так но очень красиво сочетать оригинальные очень давай дальше это вы знаете это я все таки донесла доделала для дела как раз да потому что я весной его доделывала 3 давай сюда вот а это посрединке до фудияма а фуде да как раз мостик музей и пагода очень красивый набор и очень нежная такая сначала думал что не буду покупать мостик и погоду потом все таки решила полностью чтобы у меня был такой 3 закура цветущая видишь как красиво прелесть но бисер на руках здесь пришлось пришивать естественно ну конечно как по-другому и последние до этого ясну больше разворачиваем разворачиваем я не знаю как метр на полтора суши давай я сначала так вертикально покажем а потом мы ее может быть так подожди так подвернить назад чуть-чуть а сколько по времени вышивала больше полутора лет но у меня не одна работа несколько но вот а ты сразу несколько процессов уже просто у меня все работы разные по производителям по ниткам по сюжетам и как-то чтобы было отвлечься можно было сейчас я думаю шерстью вышиваю вот я прошла с приносила малю панельку сейчас панцетти вышиваю понятно шикарно давай ой полтора года это быстро для такой работы да еще на равномерке это знаете первая работа именно на равномерке я понимаю что не хочу вышивать на обычной конве ну как-нибудь справлюсь и как вот это мне очень тоже понравилось она бывает в разных оттенках то есть они бывают и красный то есть там по схеме есть подборка цветов и разных да и красный синий мне вот больше понравилось зеленый наш любимая новослобода так ну ладно ждем тебя на следующей встрече новенькая что не принесешь хорошо друзья мои вот у нас сейчас настя она из мурманска приехала специально на встречу у нее даже с тобой ничего нет том что она не жрала что будет у нас встреча вышивальщиц но мы обещаем что мы осенью поедем в мурманск обязательно он хочет дальше приняла куда он хочет перезерк он хочет постараюсь хочу собрать мурманске у нас нет потому что а вот на единомышленников нас я знаешь как надо сделать я приеду и мы создадим там группу с тобой потому что когда вот такая тусовка люди сразу проникаются не боятся друг друга а то есть перестают стесняться начинается вот это вот все разговор вот этот обо всем этом и сразу как-то сближаются у нас тут получилось только подружились женщин которые сидели каждый у себя дома и грустил а теперь они общаются все время встречаются обмениваются поэтому обязательно мы так и сделаем с тобой да все мой зайчик а ты где в мурманске живешь понятно тебя все но я в мурмашах жила и тогда так что первомайский район это самый близкий к нам так и на эту камеру еще раз что мы на этот раз точно едем мы точно едем мурман когда осенью год какой осенью двадцать четвертый да да третий год собираемся как вас зовут меня зовут лилия лилия где вы раньше жили я раньше жила у меня вообще такой будет на районе сперва я жила на севере в коме республики это верхняя винта город энта есть ухты это приполярье вот затем я переехала с 2016 года я уже живу на кубани краснодарском крае город приморскохтарск сейчас временно проживаю скажем так на два города приморскохтарск санкт-петербург санкт-петербург приморскохтарск а что здесь и наверное здесь у меня дочка внучка разять и я вот с внучкой все помогаю меня ничего не они к вам а вы с великой радостью не хотят яблоки понятно ну хорошо здорово как это у нас чей наборчик это светлица светлица называется париж бисер любите бисером бисером я стала вышивать как бы последнее время до этого все время только крестом а потом попробовала она не понравилось и в двадцатом году я набрала столько наборов как раз было скидка распродажного адресе дешево сердито было такие набор у меня в залежи дома дома надо все выше думаю чего они лежат там еще спрятана но пока спрятана это у меня то что я уже не не помню кому это показывала вот это у меня мп-студия ай какая птичка чаровакина хорошенькая птичка чудесная это искусница красота ой слушайте хорошенькая она должна смотрится она получилась такая фактурная и за счет бека да и нежная цвета такие общий подбор и сама прорисовочка и очень хорошая а это я только начала просто еще только начало дворик такой цветочное кафе это пока только это созвездие к ним как бы еще есть можно вышить а вот почему-то лето не вижу весна зима осень это лето не туда а лето нету ну наверно в разработке или наоборот и его уже нету я не знаю это начала вышивать для дочки только начала вот азбука 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 вот то есть ну еще не доработан как раз он как раз внучка вырастет и будет ей полный алфавит шикарно хорошенький правда еще не очень недоработана очень хорошая работа а это надо вырезать не так можно ставить я сделаю карточками я здесь хочу вообще планирую закрыть чем здесь задних сделать возможно даже если у меня хватит времени я как бы планы есть там разные мысли а вот я хочу сделать либо английский алфавит на обороте выше или закрыть это дальше решится с другой стороны либо просто тканью либо сделать прописные буквы наши и тоже вышить и себя здорово много можно просто другую картинку выше на букву а да вот понимаете тут фантазия это точно здорово хорошо хочешь многие знаю оформляют делают и колечки подвешивать но у моих там штор нету ничего такого на просто жалюзи и вешать куда-то их просто некуда она говорит лучше карточками у них свое жилье или своя квартира квартира сам или в коммуналке квартира отлично так что замечательно и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 да потом осветить в церкви надо будет вот и вот такой вот майки у меня три оформлены слушай еще и канва такая подходящая вот такой вот маленькая штучка так сейчас далее здесь канва заменена потому что она очень дырявая было это более плотно взяла восемь на это восемнадцать шестнадцать шестнадцать я была какая была она я не знаю я очень была крупная то есть прям совсем ужасно она ездила в разные стороны ее надо только издалека смотреть она видишь какая и очень много тела и лицо в 3 нити а фон в 2 нити то есть она должна быть так рельефно выступать видишь не всегда хорошо менять менять канву вот вот это я хочу тоже на оформление донико деревне лесная да вот это хорошенькая я тоже пану люблю очень нравится мне еще несколько деревенских сюжетов процессе вот вот это я тоже хочу на оформление это красивый мы такой делали с дорисовкой вообще вот я либо с дорисовкой либо в бархатном паспорту недавно видела вариант что мне сказали что я могу в принципе вообще приехать можешь приехать да можешь приехать где ты живешь территориально где сейчас я живу в мурино просто а девяткина я мог бы я питерская смотри нет я поняла что питерская я имела ввиду что где смотри ты можешь приехать на оформление я могу сейчас у тебя забрать чтоб и не таскать потом приедешь например к нам а в муре но у нас машина ходит мы тебе отправим потом на привокзальную 3-4 у нас там мастерская мне там сказали на функции прийти чтобы подобрать потому что через видео да да бывает что не да когда в живую лучше ты придешь мы тебе все подберем оформим а когда сделаем готовы работы пришлем тебе прямо в муре на хорошо давайте так только единственное могу на той неделе на это когда сможешь когда сможешь вот так что еще вот такая вот у меня работа у меня котик еще делается тоже вышивая но прелестно это чей набор вроде рт о если не ошибаюсь до тепло в ладонях она называется тренинг серия вроде хорошенькая такая очаровательная и все все остальное раздарено подарено и выживает молодец больше ничего такого нету это было страшно не только всего красиво на самом деле давно смотрю ну как смотрю давно ну вот как вот начала наверно вышивать да я начала смотреть разных блогерах вот как раз на вас также подписано но что-то я и сейчас я еще пришла потому что я забросила я полгода уже не вышиваю пришла вдохновиться вдохновилась да мне что-то захотелось как раз многоцветки свои начали вот видишь на насколько у меня хватит привет моя дорогая ты перешла на сагу так и деток долго уговаривала на сагу ты все говоря нет 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 так какие твои впечатления сага с 10 июля перешла на сагу впечатления какие стимулирует вот наверное только это стимулирует знаете еще не ощутила всей прелести саги вот когда вышиваешь вышиваешь зашла посмотрела сколько крестиков 400 крестиков у ничего себе уже 400 крестик туда дальше пошла вышивать уже тысячу крестиков и сидишь думаешь а вот не было этой саги просто по бумажной схеме по картинкам я же фотографирую свои картинки и значит по картинкам смотрю сколько когда сколько выше то я это делал конечно бросать нашу и сейчас фотографирую разницу честно скажу пока за две недели не особо ощутила но я теперь точно знаю сколько процентов у меня выше то если я раньше приблизительно смотрела думала а это один лист второй лист третий пятый седьмой ну теперь у меня сага показывает сколько выше то вот так да сегодня 13 надо еще один процент выше чтобы было 14 13 и 7 процентов вот 13 7 вчера было 12 80 не 13 7 получается я по одному проценту пол процента один процент ориентировочно в день вышиваю а поскольку сейчас жарко не даче у меня нет я дома сижу но влажность большая руки потеют иглу неудобно держать очень часто неудобно вышивать днем отвлекающих моментов очень много то попить то приготовить то сходить то просто в окно посмотреть на цветочки свои посмотреть полюбоваться вечером после 10 часов после 11 часов когда все уже затихает самый роботун до двух часов до трех часов ночи никакого отвлекающего маневра сидишь и все четыреста шестьсот крестиков вышиваются в основном только ночью я сейчас пообщалась до активностью людей как раз таки и в то время когда у многих людей уже все ко сну все идет да ну что сказать ну пока две недели работаю сагой поэтому сказать что ощутила все прелести пока не могу вот через месяца два тянет когда я посмотрю результат какой тогда тогда уже будет четкое понимание того золотое руно да золотое руно юпитер и калиста но твои любимые сюжеты да я уже место подобрала на планшете нам я уже место подобрала где она у меня будет золотое руно любимая наша привет привет большое спасибо за сагу большое спасибо довольно вот давай покажем это будет видно интересно если красота 13 7 процентов красивый сюжет такой но у меня в планах было вышить эту картину до конца следующего года то есть полтора года в планах но по саге не знаю не знаю посмотрю как быстро быстрее 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 да я посмотрю поскольку это не одно мое хобби у меня еще есть одно обожаемая это готовка так что да так что будем смотреть девочки мои увидели печеньки а где они все до свидоса да вот так что татьяна викторовна сгрибу потому что они никогда не доставали печеньки и моя умница ты моя красавица я люблю когда знаете без камер без ничего сели пошушукались но столько всего расскажу столько всего надо ставить камеру скрытую я иногда в уголочке смотрели не знаю кто то там есть или нет на всякий случай ну в общем так что так и живем до картины у меня все висят в одной из комнат но вот это посвящение в рыцаре тоже в эту же комнату падет даже не знаю вас когда приглашать сейчас приглашать или подождать пока еще и это вышью но вашей эту и мы приедем да не торопиться не буду вы вы ко мне лучше ближе не то чтобы зимой а осенью у меня уже с 1 октября гирлянды везде и всюду в квартире да я одна из первых нашем доме который во первых одна гирлянда у меня уже пятый год не выключается остальные гирлянды у меня с 1 октября включаются да но очень красиво очень так что у меня зимние сюжетики у меня флажки у меня игрушки они же все готовы так что будет на что посмотреть когда уже в октябре я перехожу с летнего сезона на зимний сезон переставляю свои картины летние на зимние будет на что посмотреть да придется ехать друзья мои спасибо что вы с нами были все это время что вы никуда не ушли что вы были с нами смотрели до конца спасибо вам огромное и приходите в следующий раз на нашу встречу